Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга к истинному православию Гнадий Тихонович Лавкин. Тема «Я ухожу в московскую патриархию». Часть 2. Продолжение. «Без эпидемий, допускающий до причастия священник, гибнет сам и губит того, кого допускает», — говорит святой Иоанн Златоуст. Если сегодня по великому милосердию Божию Господь сотворит чудо, создаст настоящую православную живую общину, где по канонам церкви накладываются на согрешения многолетней эпидемии, где строго соблюдаются все каноны, правила соборов и святых отцов, там, отлученные за грех, имеют шанс исправиться и быть принятыми вновь в эту церковь. Но когда рядом есть параллельная структура, похожая и по виду православной церкви, и где также обещается возможность получения спасения Царства Небесного, но без труда, без послушания канонам, то для слабых эта модель представляет смертельный соблазн. Они скатываются туда, как в Калоаку, смешавшись с безбожным суеверным миром. Не будь этой похожей по форме служения параллельной структуры московской патриархии, согрешившему ничего не оставалось бы, как или примириться, как или смириться, исправиться или открыто признать себя падшему, ушедшему в мир, потерявшему страх Божий, веру. Теперь же такой презритель канонов церкви, молившийся с еретиками, с католиками, легко сваливается в широко открытые двери храмов московской патриархии, в яму, но продолжает считать себя верующим, что у него все хорошо, все в порядке, там его батюшка принял, причастил. Все, выхода нет. И по смерти обрящут лишь смерть, после пищеварительного процесса спокойно сходя в могилу. Поэтому сегодня нет ничего страшнее, как антихристианская вседозволенность в храмах православных. И слова «Я перехожу в московскую патриархию» имеет только один сакральный смысл, непроизносимый вслух. «Мы заключили союз со смертью и с преисподней, сделали договор. Ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Прокисая, 28 глава, 15 и 20 стихи.